здравствуйте дорогие друзья начинаем новый урок по работе с модификаторами на этом уроке мы рассмотрим создание такого эффекта на стенке висит картинка которая раскачивается внутри нею размещена фотография которая синхронно раскачивается вместе с рамкой изначально я данный урок не планировал делать но мне на почту пришел письмо с просьбой показать как делать данный эффект и вот родился данный урок рассмотрим первый слайд для создания раскачивания движение раскачивания нужно в первую очередь определиться с центром вращения относительно которого будет происходить данное раскачивание это вот мы рассматриваем первый слайд тут у нас раскачивается фонарик цепочка здесь надпись на которой раскачивается для фонарика центр вращения у нас размещается вот в то есть относительно которой он раскачивается само колебание мы создаем помощью модификатора синусная волна и она затухающая за счет того что мы использовали ползунок этим ползунком мы в волну вот не затухающая волна превратили затухающую волну то есть теперь она постепенно уменьшается и колебание фонарика начинает она раскачиваться и потихоньку затухает движение сам фонарик фонарику также добавлен модификатор по белой точке чтобы происходило мигание фонарика мигает то есть к нему добавлен модификатор случайная волна такими вот показателями и происходит на 50 единиц колебания белой точке по яркой белой точке вот он мигает случайная волна теперь рассмотрим колебания цепочки и надписи значит цепочка мы ее перевернули отразили вертикально по вертикали перевернули и разместили верхнее положение оси y а надпись создали в редакторе и переместили ее написали надпись например какую-нибудь там и переместили и превративали в слой я это создаю в программе прошел в продюсер версии 6 поэтому не знаю как будет данные надписи работать к если у кого программа прошел продюсер 5 может там какие-то настройки не будут работать потому что здесь вот когда я создаю слой с этой надпись можно работать эффекты параметры текста появляется в пятой версии такого нет такой возможности работать с текстом так вот и значит цепочка и надпись мы преобразовали свой и теперь мы должны задать единую точку вращения для цепочки и для надписи то есть в цепочке центр вращения у нас будет вот в этой точке вот мы его сместили на минус 50 единиц вот эта точка получилась и и в надписи так же самое центр вращения мы сместили в эту точку сместив его вот на минус 65 единиц то есть совместили центры вращения и теперь добавили в как в надпись так и в цепочку модификаторы одинаковые то есть это мы применяем к надписи модификатор синусная волна такими параметрами и есть с этими же параметрами мы применяем модификатор в цепочке к этой все у нас надпись и цепочка двигается одновременно ну саму надпись мы подвинули в нужное положение к цепочке чтобы она красиво смотрелась и скопировали из первого ключевого кадра настройки во второй ключевый кадр и также в цепочке из первого ключевого кадра скопировали настройки во второй ключевый кадр теперь надпись у нас работает синхронно вместе с цепочкой для создания тени значит также мы немножко увеличили по масштабу оставили модификатор тот же самый центр вращения тоже вот у нас здесь вот в этой находится чуть сместили его и теперь и затемнили цвет темные делали и параметрах текста радиент поменяли тоже на темный свет потом еще в эффектах добавили размытия прозрачности и получили тень надписи то есть для создания одновременного синхронного качения цепочки это достаточно было совместить центра и применить один тот же модификатор но здесь в данном случае это было просто сделать потому что есть все центр размещенные на оси y путем легкого подбора можно было эти центры совместить и в результате получился такой эффект перейдем теперь следующем слайду но в случае когда у нас например мы рассмотрим когда раскачивается фотография произвольно какой-то точке и сама рамка и фотография разного формата и масштаба то центр вращения 1 синхронный чтобы они совпадали центр вращения и фотографии и рамки довольно бывает иногда трудно подобрать поэтому и для этого использую такой способ посмотрим такой слайд то есть изначально я выставляю чтобы центр вращения и фотографии и рамки совпадал с точкой 0 0 координат центром координат то есть вот если сетка сетку показываю то есть нулевое положение и чтоб чтоб центр вот видите у меня центр вращения фотографии 0 0 и центр рамки тоже совпадает с нулевой координаты подобрать чтобы центр вращения совпал с нулевой точкой координат можно конечно путем подбора подбирая точкой пока желтенькая точка не переместиться в этот центр ну на форуме уже есть готовая таблица которая создана пандора пандора центра вращения который достаточно поставить данные панорамирования по x по y масштаб фотографии размер фотографии и получить координаты центра вращения как раз и получим координат центра вращения с точкой 0 0 поэтому значит возьмем например рамку смотрим данные 169 19 21 вот подставляем 169 19 21 масштаб фотографии 48 потом смотрим 1000 на 1000 пикселей подставляем данные подставляем 1000 на 1000 пикселей писать в кадр и получаем вот показания x и y центра вращения вот эти данные мы подставляем вот сюда центра вращения 626 минус 40 02 626 минус 40 2002 в этом случае точка вращения как раз совпадет с нулевой точкой координат и копируем настройки из первого ключевого кадра во второй то же самое делаем из фотографии определяем центр вращения чтобы он совместился с нулевой точкой значит у нас масштаб фотографии 27 0 положение по иксу и 24 по ереку подставляем это в таблицу 0 24 формат фотографии писать в кадр масштаб 27 и получаем x и y данные в этой таблице рассчитали подставили вот эти параметры сюда но еще говорю можно же это все эксперимент методом проб пока желтая точка не попадется но помощью таблицы так рада сделать проще и теперь если мы подгоним фотографию то есть фотография на подогнал в коррекции немножко ее подрезал подогнал ее в нужное положение поставил перед тем как это в центр определять вот поставил ее подогнал все а потом уже вот эти координаты завел в таблицу вот и теперь уже и к тому и к другому слою применяем одни и те же модификаторы данном случае синусная волна затухающая полна получили мы ее тут затухающую волну с помощью добавочного модификатора комплитуде с показа вот с линейным показателем минус один для того чтобы эта волна вот желтенькая ли оранжевая линия чтобы она сошла в нулевое положение концу слайда если например мы применили какую-то другую например минус пять то вот у нас бы уже движение тут сразу бы быстро затуху затухание произошло а нам нужно чтобы затухание концу слайда произошло тут получается линейный показатель минус один вот как раз это оранжевая линия сходит на на ноль концу слайда и получается вот такая затухающая волна с теми же параметрами применяем модификатор и к рамке тут рамка у нас предварительно уже изначально она была вот так вот повернута положение рамки поэтому мы ее тоже повернули на минус 7 градусов чтобы расположить но чтоб проще было работать с модификаторами и расположить ее строго вертикально относительно оси y я конечно не останавливаюсь на настройках модификаторов откуда какой параметр взялся потому что все эти настройки я уже предварительно показывал в предыдущих уроках и объяснял откуда какой параметра берется поэтому на этом мы как бы не сосредотачиваем внимание так вот мы значит получили центр вращения и рамки и и фотографии совместили его с точкой координат и теперь у нас фотография уже будет работать вот но только она будет вращаться вокруг центра координат а нам же нужно получить центр вращения какой-то там произвольной точке экрана поэтому мы вводим перейдем к следующему слайду вводим управляющий слой то есть добавляем цветной слой просто простой белый цвет и прозрачность у него сделали мы его сделали прозрачным делали прозрачным полностью этот управляющий слой будет управлять как раз с центром но куда ему мы его сместим туда и сместиться центр картинки потому что изначально он стоял центр этой это управляющие слои совпадал с центром координат и теперь этот центр если мы куда-то перемещаем по экрану той и центр вращения тоже будет перемещаться но для этого нам нужно связать эти слои с управляющим слоем то есть слой с картинкой мы применяем модификаторный панорамирование по x и по y и связываем его вот панорамирование по x то есть переменная на основе панорамирования по x четвертого слоя то же самое делаем с картинкой модификатор панорамирование по x четвертого слоя то есть зависимости от четвертого слоя и теперь значит мы например в первом во втором ключевом кадре у нас тут стоит вот такое положение картинки центр вращения переместился вот в эту точку и картинка будет качаться в этой точке надо нам переместить например вот куда-нибудь вот сюда вот здесь вот вращать копируем настройки в следующий ключевой кадр мы вот управляем управляющим слоем переместили картинка будет качаться в этой точке надо здесь по центру ну где-нибудь вот так копировали следующий ключевой кадр картинка будет то есть мы можем уже управлять ей ну в данном случае как бы не очень удобно то есть модификатор применили картинки потом модификатор применили картинки а потом уже только центром вращения управляли перемещали по оси x можно же сейчас рассмотрим следующий слайд в этом слайде управляющий слой будет управлять уже и перемещением центра вращения то сильно которого сочет совершается колебания и сам будет задавать данные колебания картинка и рамка будет привязаны колебаниям будет задаваться тоже управляющим слоем вот этот управляющий слой в первом ключевом кадре тут нету модификатора и во втором ключевом кадре мы применяем модификатор и вводим еще третий ключевой кадр дополнительный и применяем такой модификатор синусная волна с такими-то параметрами и вот здесь ползунками мы сюда двигаем ползунок и сюда двигаем ползунок то он таком и мы делаем затухающую волну вот делали начинается волна и затухает и применено это ко второму ключевому кадру в результате мы получаем раз как бы пролетает такая волна и начинает качаться фотографии и постепенно затухает движение а вот к этому управляющему слою мы привяжем уже по панорамированию по x по y и по вращению вот этому управляющим слоем то есть здесь также мы модификатор применили панорамирование по x пятому слою также по игре применили пятому слою а здесь применили модификатор переменная на основе вращения вращения тоже пятого слоя то есть вот эти две две рамка рамка и картинка привязаны и по параномированию по x и по y и по вращению к управляющему слою и в результате мы получили такой эффект то есть центра вращения раз картинка раскачивается и постепенно затухает движение теперь рассмотрим как создать вот такой эффект как будто фотография раскачивается на качельках рассмотрим как его создать вот значит рамка сама овальная фотография мы применили к ней обрезку и редактор виньетки делали ее овальной фотографии подогнали под размеры овальной рамки веревочки две штуки 1 и 2 веревочки они выходят туда висят веревочки и вот здесь мы хотим создать как бы центр вращения относительно которого будет качаться качелька аналогичным образом мы поступаем совмещаем все центры центры вращения каждой рамки картинки и вот этих палочек вот с нулевой точкой координат 00 совмещаем центры вращения и привязываем каждый слой так как мы собираемся вращать только относительно сглаженной наклона акси x то к вот этому наклону акси x и применим привязку к управляющему слою то есть привязали его к шестому слою управляющему слою и к также самое значит саму картинку также привязали к шестому слою и палочки эти у всех у всех этих картинок центров вращения 00 и привязали их всех к управляющему слою теперь значит мы самому управляющему слою задаем свой центр вращения вот минус 125 единиц и смещаем центр вращения управляющего слоя вот в эту точку минус 125 единиц вот по у вот в эту точку сместили центр вращения теперь относительно у этого центра вращения как бы мы хотим добиться в качение в этой фотографии но для этого нам нужно все центры из точки 00 мы их рассчитывали также можно с помощью таблицы было рассчитать то есть у нас вот этих всех картинок центр вращения 00 нам нужно переместить на минус 125 единиц по оси y поэтому мы значит как бы я этот слайд оставляю чтобы все эти параметры были известны и вот в этой рамке центр вращения 00 мы должны сместить его на минус 125 единиц по оси y здесь также по оси y прибавить минус 125 единиц и так с каждым слоем вот и в следующем слой это сделал значит в первом в рамке сместили на минус 125 единиц у нас переместилась центр вращения вот тоже в эту точку с фотографии немножко тут сложнее у нее другой масштаб поэтому мы должны учесть коэффициент с учетом масштаба то есть то потому что управляющие свойств и 100 единиц масштаб делим на 62 получаем этот коэффициент и умножаем на 125 единиц получаем 200 на целый 61 сотые и у нас в предыдущем слое было по у было равнялось 2,53 сотых отнимаем вот это значение и предыдущее значение которое было центр вращения получаем 199 единиц и вот этот уже 199 единиц со знаком минус подставляем вот сюда центр вращения и центр вращения вот этой картинки у нас тоже да тоже получается вот в этой точке то есть мы его рассчитываем с учетом масштаба изменение масштаба и смещаем на также вот эти количество единиц ну с линиями тут попроще тоже масштаб 100 поэтому сместили там у нас было в предыдущем показании 75 единиц минус 125 получаем минус 50 единиц 75 минус 125 получаем 50 минус 50 единиц и у нас тоже центра вращения то есть все центры вращения у нас сведены вот в эту точку теперь у нас это центр вращения едины для всех вот этих слоев и теперь мы уже можем управлять управляющим слоем и раскачивать его мы значит первым вот управляющем слое повернули его на минус 90 градусов чтоб его фотография вылетала сверху во втором уже ключевом кадре применяем модификатор заранее тоже на 15 раз вы повернули и применили модификатор и также сделали затухающую волну финусную помощью ползунков и с помощью добавления здесь была небольшая трудность в том что чтобы с фотографии далеко не улетала сильно я поэтому прибавил плюс модификатор минус 6 единиц и сместил его всю волну как бы ниже затем не нужно было совместить начало волны во втором ключевом кадре чтоб она совпала с линии которая была до этого выходила с минус 90 градусов и совместилась и поэтому я применял их двиг фазы на 0,12 если было бы например ноль вот был у нас скачок был здесь происходил бы в движении вот такой прыжок поэтому добавил сдвиг волны на 0,12 и тогда она совмещается идет непрерывное движение то есть нет такого скачка движения и потом значит волна она как бы уходила в ней вниз постепенно я применил линейный показатель с 0,65 вот если бы его не было этого линейного показателя то бы вот волна ушла в отрицательное значение и качало бы столько вперед как бы только назад а вперед бы не движение происходило поэтому я добавил линейное нарастание показателем 0,65 и вот свел эту волну как бы приподнял заднюю в конце слайда синусную волну и волна получается вот такая получилась как бы постепенно в верхушке всегда вот есть качение и вверх и вниз совершается все теперь вот эти все слои верхние будут связаны по вертикальному наклону с управляющим слоем и задавая движение по вертикальному наклону для управляющего слоя все эти слои будут повторять за ним движение смотрим раз и фотография раскачивается на качельке и постепенно затухает движение всю данную презентацию также выложу на своем сайте коллега ты веру до скорых встреч до свидания смотрите следующий курс а